В ту роковую ночь 2002 года Михаил Круг был доставлен в приёмный покой больницы в полном сознании. Он, хоть и находился в шоке, но отвечал на вопросы и даже успел рассказать врачам о преступниках, проникших в его дом. Эти показания и стали впоследствии причиной появления всевозможных версий произошедшего. Известный исполнитель шансона Михаил Владимирович Круг, настоящая фамилия Воробьёв, погиб в самом расцвете лет и на пике популярности. В ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года, когда 40-летний Круг вместе со своей супругой, детьми и тещей находился в своём доме в Мамулино, в Твери, он подвергся нападению злоумышленников. Круг был ранен в грудь и под мышку, после чего преступники скрылись, а сам певец потерял сознание. Однако вскоре Михаил пришёл в себя и сумел дойти до своего соседа Вадима Русакова, где незадолго до этого спряталась его жена. По одной версии, супруга Круга вызвала скорую помощь, которая прибыла на место уже спустя 10 минут. Согласно другой версии, медики отказались приезжать в коттедж без сотрудников правопорядка. Как бы то ни было, в больницу Круга доставил Русаков. Несмотря на оказанную профессиональную помощь, Михаил скончался. Примечательно, что, как пишет в своей книге «Последние дни» и «Часы народных любимцев» Фёдор Рызаков со ссылкой на воспоминания о той ночи врача Юрия Лебедева, Михаил Круг перед смертью успел описать преступников, ворвавшихся в его дом. Дело в том, что Круг поступил в приёмный покой в полном сознании. Он даже сам встал с каталки. Врач связывал такое поведение раненого с шоковым состоянием, в котором он пребывал в момент поступления в больницу. Круг рассказал оказывавшим ему помощь медикам о том, что в коттедж проникли два человека, на которых были одеты маски, и дважды в него выстрелили. Это всё, о чём успел поведать Круг. Так что неудивительно, что одной из основных версий преступления стала версия об ограблении. Причём, считалось, что неизвестные грабители не были профессионалами. Они случайно выбрали дом Михаила Круга и также случайно его убили. Однако Евгений Новиков, автор книги «Жизнь и смерть Михаила Круга», склоняется к тому, что маски на лицах преступников, о которых упоминал Михаил Круг, как раз свидетельствуют о том, что нападение было тщательно спланировано. Кроме того, наличники использовали серьёзное оружие, пистолет ТТ. Да и время совершения преступления было выбрано идеально. Дело в том, что в тот вечер на набережной запускали фейерверки, и бандиты могли решить, что Круга не будет дома. Впрочем, многие уверены не только в том, что в доме Круга орудовали профессионалы, но и в том, что это убийство было заказным. Причём, своих убийц Михаил якобы знал. Недаром их лица скрывали маски. Вот только настоящие киллеры вряд ли оставили бы свою жертву живой. По мнению некоторых, если бы Круг не потерял сознание и не лишился за это время большого объёма крови, то он мог бы выкарабкаться. Также, судя по показаниям, певец получил ранение в тот момент, когда догонял преступников, пытаясь их обезвредить. Киллеры бы сразу устранили свою цель. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова